МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем в первоначальный вариант внесли коррективы. Теперь в школе будут бассейн и отдельное строение для группы продленного дня. Кроме того, предусмотрели систему видеонаблюдения и безбарьерную среду. Ежедневно на объекте работает не менее 350 человек. На сегодняшний день мы уже переходим на двусменный режим работы. Круглосуточно они были обусловлены сжатыми сроками именно строительно-монтажного цикла. Как вы видите, он подходит к концу. Мы переходим в активную фазу строительства ввиду отделочных работ. Специальных работ. Бассейн, дневной стационар, отделение амбулаторной реабилитации. И еще один объект, который находится на контроле председателя облсполкома, взрослая поликлиника на улице Мазурова в Гомеле. Это тоже долгострой. Ее строительство началось 11 лет назад. В этом году медучреждение откроется для пациентов. В кадровой службе определенную подборку резюме уже существует. И непосредственно на уровне оргкадровой службы будет осуществляться подбор кадров. И в том числе и с областных республиканских учреждений. Ну и высококлассные специалисты, в том числе со всей республики, мы приглашаем. Мы открыты для этого. Ход строительства средней школы в агрогородке Литвиновичек Армянского района у председателя облсполкома на особом контроле. Построено еще в 50-х годах прошлого века. За прошедшее время здание пришло в состояние, официально называемое аварийным. Вообще реализуемый проект называется строительство пристройки к Литвиновичской средней школе. Хотя в реальности это строительство нового учреждения образования. Площадь пристройки более 2500 квадратных метров. Старого корпуса, который остался от прежней школы, около 660. Хотя и от него в конечном варианте остались только стены. Кстати, новое здание рассчитано более чем на 140 учащихся. Такое количество мест создается с перспективой на будущее. В этом году в школе обучались 117 человек. В сентябре за парты сядут 128. Специалисты Митреста работы ведутся активно. Мы всячески оказываем содействие в решении жилищно-бытовых вопросов, если они возникают. И надеемся, что к сентябру наши дети придут в это новое прекрасное здание, которое будет отвечать современным требованиям. И мы очень рады, что для наших детей сегодня создаются достаточно комфортные условия для обучения и пребывания в здании учреждения. Столица Полесья, город Мозырь, сегодня готовится к запланированным на осень этого года областным дожинкам. На деле это означает такую масштабную реконструкцию по различным направлениям, которой здесь не было, наверное, несколько десятилетий. Впрочем, на временные трудности, вызванные проводимыми работами, местные жители не жалуются. Город растет и развивается. И в прежних рамках ему явно становится тесно. Благоустройство дорог, текущий капитальный ремонт жилых домов и объектов социальной сферы. Запланированный объем работ действительно впечатляет. Программой утверждено и уже реализуется. Текущий ремонт фасадов многоэтажных жилых домов, 51 дом. Полностью отработана улица Советская, улица Ленинская. Также центральные дороги и тротуары. Комплексный капитальный ремонт с устройством велодорожек, тротуаров в плиточном исполнении. Здания Мозырского профессионального лицеостроителей в некоторой степени въездные ворота города. Во всяком случае, именно их первыми видят приезжающие сюда гости. Правда, до этого года особенно гордиться этими зданиями мазырянам не приходилось. Внешний вид строений оставлял желать лучшего. Хотя речь шла даже не о красоте, а об элементарной безопасности учащихся и просто прохожих. Начиналась уже серьезная проблема по кровле. Ну и более серьезная проблема это по фасаду. Я на работу приходил, у меня иногда даже, особенно когда ветер, я не знал, куда себя одевать, потому что страшно было. Потому что висели пласты штукатурки. Я как строитель понимаю, что это такое, какую это опасность. В этом году в Мозыре вновь откроют двери и драматический театр. По большому счету, это одна из городских достопримечательностей. Открытый еще в 1932 году театр требовал капитального ремонта. Вначале закрыли большой зал, потом и малый. Работы начались в 2010-м в рамках государственной программы социально-экономического разбития и комплексного использования ресурсов Прибитского полесья. Значительную часть здания пришлось разобрать до основания и фактически отстроить заново. Добавилась пристройка в тысячу квадратных метров. Сегодня ремонт малого зала уже практически завершен. Сюда даже завезли и смонтировали звуко- и светотехническое оборудование. Что касается остальных площадей, то строители обещают закончить работы даже ранее запланированного срока. Состояние было, конечно, плачевное, но на данный момент, вы видите сами, прошли по объекту, что на сегодняшний день сделано неплохо. В зоне внимания председателя облсполкома Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями оказался после решения райисполкома о его закрытии и переводе пациентов в другие учреждения, что вызвало отрицательную реакцию родителей. Это учреждение открыли четверть века назад. Сегодня дневной стационар посещает 51 мазырянин с особенностями физического развития. На этой неделе председатель облсполкома встретился с родителями и пообещал, Центр остается на прежнем месте, хотя и сменит собственника. Теперь он будет в ведении областного управления социальной защиты, что позволит оказывать помощь на более высоком уровне. Кстати, детский сайт, который планировали открыть здесь, будет тоже, но для него найдут другое здание. При необходимости облсполком окажет финансовую поддержку. Мы занимаемся одним делом, а поэтому должны помогать друг другу. С этими словами председатель облсполкома согласились, кажется, все участники встречи. Хочу выразить большую признательность за то, что Геннадий Михайлович все-таки посетил Мазырь. Это действительно для нас очень важная встреча, что сам губернатор понимает сложившуюся в Мазыре проблему и откликнулся и помогает найти пути ее решения. Это в первую очередь. Губернатор озвучил, что центру в Мазыре быть. Это для нас очень важно. Центр будет реорганизован. Мы просто поддерживаем на ура это предложение губернатора. Со своей стороны, как родителям, готовы оказывать какую-то посильную помощь, вносить какие-то конструктивные предложения. Все-таки мы, как никто, понимаем, какой уход нашим детям нужен, что для них лучше, что для них хуже. Возможно, к нам прислушаются при вынесении каких-то изменений в работу центра. Мы тоже будем очень благодарны за это Геннадию Михайловичу. И вообще, я считаю, что по прошествии двух с половиной месяцев, с момента того, как в Мазыре впервые узнали о ликвидации центра, то, что все-таки на нас обратили внимание, то, что на государственном уровне понимают, что такие центры в республике должны быть, что все-таки в нашем государстве уделяется внимание людям с ограниченными возможностями. Это для нас очень важно, и мы это очень ценим. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макинко. Новости недели. Новости недели.